всем привет это очередное видео мы отправляемся на озера на ленево и дано данилова едем копать вот ну там чет накопаем не накопаем покажем сам факт того что мы едем туда это круто нас уже осень сентябрь ночью холодно поэтому будем снимать домик мы там все покажем сейчас мы находимся сразу же приехали уже больше речи с вами и находимся на пароме будем сейчас заезжать на паром да мы сейчас заезжать на паром поэтому смотрим наше видео надеюсь будет все круто ничего не сломается ничего не подведет и мы чуть накопаем вот так что приятного просмотра буду заезжать на паром будем переплывать на ту сторону как заеду покажу все машина заехала вот так вот она стоит на пароме машин принципе немного все поплыем на эту сторону а еще рано махайте истина папа и я все на пароме находимся резко тут оказались а как-то быстро вовремя вовремя до в этому сниму наверно к не надо сейчас переплываю на ту сторону все идем отошли от одного берега сейчас нам вон туда идем все выехали мы с парома едем в сторону муромцева муромцева еще бы наверно заезжать в магазин потому что забыли взять с собой фольгу картошку взяли а фольгу не взяли потому что коробор взяли топор не как-то порваки остался как-то надо будет ломать чтобы костер разводить что я еще не подумал про топор макеток остался там сзади лежит взять оттуда лопатой лопатой вот острые а там где тут ров-то и не было на данилова можно ли его только там тот раз же ездили помнишь все дров они там было раздают у них дрова такие продают да да так сейчас тут раз ездили муромцев в лисе лисе но тут дорога сейчас немного будет плохая потом на трассу выйдем принципе нормально пока что дорога потом когда уже повернем на для него к озерам там будет плохая да все едем там дальше покажем что будет выехали на трассу омск-муромцево дорога хорошая принципе через паром от 20 километров получается проехали по плохой и сейчас объедем о хорошей дороге по асфальту нормально подъезжаем что я форму цена вот такая тут с этой стороны стоит стояла или что это муромцево написано 1707 год посидеть можно и вот табличка в принципе муромцево все заезжает едем мимо танка и пушки раньше мы тут останавливались когда-то года три назад наверное фотографировались сядем с отцом сядем вдвоем на крылички до утра до утра поговорим о том осел тададым тадудам тадуда а за рекой тают огни тишина не видать и не слыхать тают огни как светлички благодать сейчас едем уже в принципе проезжаем тут быстро муромцево проезжается и сразу будет поворот направо сядем ооо длиннёво надо длиннёво тарсина ест заехали пятёрочку ещё купили слойки карбуза она 50 километров там указатель свертка мы свертку вон там сворачивали сразу сюда поворачивали всё в сторону линёва всё повернули вроде куда надо сейчас дорога тут опять начнётся такая себе вот асфальт кончается постоянно техника кстати ездить всякие там трактора там видимо поля не поля а у них там эти пилорамы да в этой стороне он уже ей трактор вот такая вот дорога будет много да ещё ехать сейчас открывается 25 километров а? 25 25 я тоже открываю нет я знаю вот такая дорожка сейчас появится так подъезжаем к повороту ё-моё что за яма озеро линёво написано серебряный берег 7 километров ещё ехать тут как будто стачили дорогу поравняли что ли видимо здесь прошло почти подъехали уже к озеру тут такой вот мостик деревянный грузовым тут нельзя ездить хотя вот тут трактор а он до сюда наверное доезжал а нет он проезжал туда такой вот мостик здесь уже дырка на полном надо а? да да все ой что какая-то табличка это была да? лавочка лавочка? лавочка лавочка ковка какая-то парковка парковка может все озеро щучье деревня на а куда ехать? прям прям а что тут ещё озеро щучье что ли? нет дальше не уверен развел по туши парковка озеро ленёво а чё надо? езжаем о смотри близкая машина ака тут правда ака ехала походу это тут наверное узкая ну где тут здесь? ну здесь то я а где туалет? да а где туалет? туалет вон там нет нет туалет закрыт? нет что пойдем посмотрим что там творится на озеро ленёво выходи пускай оба все приехали мы на озеро покажем вам что тут творится вот такая тут парковка ака стоит ну следы были аки как раз узкая такая я прям по ним ехал ну пока ну все я не знаю закрыть не лучше закроем так все когда мы позапрошлым году да были тут? позапрошлым году тут были в том не были в принципе ничего не поменялось как и было так все тут и есть сейчас по ним там посмотрим что там вот приглашаем нашу группу вконтакте ну я им звоню звоню не наберут а тут никого видимо уже нет никто не отдыхает погода такая себе конечно вот такие тут беседки и домики можно жить в них в этих домиках сколько стоит 2000 я не знаю что дорого 3 4 или 5 в зависимости какой ничего дорого домик в прошлый раз пока приезжали тут люди были тоже снимали там светил камерой сейчас конечно холодно вообще раз идешь и прохладно тоже туда были 1 сентября 1 сентября были что-то плод вообще там далеко вот так раньше он как-то был да туда плавали потом с него ныряли и назад и очень не притащили обратно ну куча беседок вот там качели он большие воды что очень мало не не как он на вертыши сразу больше деревьев в воде будет до 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 почитаю можете на паузу остановить почитать что написано камень впереди вал очки тут вот типа лежаков но сиденья больше похоже на сиденье и вот у нас сам берег вы видите холодный в принципе тут ходить можно это вода проповеди капки через купон уже не видно особо но тут четко видно вот капок все вокруг полностью лес табани там вроде меньше воды утки сидят он он утка сидит прямо на этой здесь не вижу а тут тоже заход вообще пофигу ему сидят две утки на то белый она блестит и вообще много мелкой мне кажется где тому там были дальше нет кто-то он ходит мужчина все приехали вот него такой то показали вам чудо как прикольно все солнышко вылезло так стало светло ярко тепло все переоделись костюмы гидрокостюмы папа только не садил правда но ему так глубоко не надо заходить почему у меня так придется тоже заходите если этот порвано так же как можно выше но все вот скуп один металл эскаде а вон все коснета готова здесь все общем пойдем мы там снимать не буду мешать будет только камера поэтому там все по факту покажу вам может четко найдем так что мы пошли в общем то только что вышли из воды сколько время 6 часов это чем в два ушли копать четыре часа копали без перерыва грубо говоря нас кофе маленько попоили местные местные жители так сказать все мы все время копали находки есть там кольцо серебряное нашли и бижутерное все мыши ничего и нету мы сейчас покажем вам там монетки еще нашли чему китерный казак казахский дайте казахская польская украинская и наши еще монета а так как будто тут кто-то уже копал выбито мы-то два года назад или год назад были два года назад были копали но видно что свежие копии хотя говорят что и никто и не копал но все же как будто кто-то копал а так ничего вообще нету ну и до копки сейчас в общем папа договорился там о жилье но это уже возле данилова деревне сейчас едем поедем туда я сам покажем чаще принципе нашли и сколько мусора с вывалим он целая сумка правда мусора и покажем часа с переоденемся сначала вот основные находки которые нашли там еще мусора куча больше вот мусор который собрали вот монетки тут интересно это вот польская монетка да я не буду говорить какая монетка и это какая казахстан тенге ну и такая монетка вот такая монетка вот такое кольцо вот с пробами серебряная нашли такую сережку нашли она обломилась получается за этого потерялась а тоже с пробами ну такой еще спаси сохрани но она от бижутерии просто обычная тут нету проб там нету проб я же смотрел а где это видишь вот лазерный а лазерная в руку а правда на 4 серебряная вот в общем такие находки особо не интересные но может кому интересно и все сейчас получается собираемся и едем в сторону данилова сейчас пойдем в лес пособираем грибы на жареху чтобы с картошкой пожарить сейчас тоже покажем что там на собирать если они тут очень много грибов прямо подряд они растут поэтому скорее всего грибы будут так вот пришли в лес тут недалеко в принципе далеко ходить не надо от парковки вот собираем грибы ножа ножа правда нету все плохие походе здоровый ну вот еще все сейчас я буду показывать хотел там грибы а вот там смотри тебя тут мочек будем собирать пожарим под ногой идут их много везде они то что эти кому уже на 5 тут в принципе можно и покупаться как мы и грибы пособирать эту дятел до убил все еще и сколотил все собираем грибочки муравьи может тоже прочитать у нас сегодня экскурсия с вами стоп-кадр и читаем муравьев написано смотрите какая муравьев 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 вверху дает ок а нарисовано что не ходит а большая какая не видно вижу вижу как будто с крыльями муравьи я не как у кого-то с крыльями просто тащит а он какой-то гриб меня это не гриб от лесочек набрали в общем столько не знаем хватит не хватит мало на пойдем сейчас может посмотрим маленько отошли от парковки он так конечно прикольно из комаров особо нету хорошо раз когда комаров конечно много тогда плохо вот такая дорога от линьева до данилова 27 километров до нет 11 осталось 11 километров осталось доехать в принципе такая дорога постоянно идет сейчас не стояли сухие грейдер прошелся нормально вообще 60 еду как бы нормально спокойно мать и яму вот курганка основан основан основана в 1843 году вот сейчас это какой там дом 1 а квартира 2 я не знаю это не это молодежная улица поэтому сейчас на место уже приедем да да вон ведет я покажу такая вот курганка машин появился может кто отсюда вот или два появилась 400 раньше тут же вот смотрите сейчас какая курганка стала мастер по трактор обстать самодельный что и в новосибирске да что новосибирске много домов заброшенных можно любой заходить на так вот такой вот дом заходим тут у нас есть печка папа вот заряжает бойлер машинка туалет душевая кабина далее что тут есть такая комната тут двуспальная кровать диван дальше тут диван тут диван тут вообще старая кровать еще это пружиненная смотри и кухня принципе есть микроволновка даже есть холодильник есть шумпура есть плита есть а плита чего от газа до газовый баллон где-то должен быть значит ближе газового баллона потом посмотрим вот вот все принципе такая такой дом такой вот рунтур все лучше чем возле костра ну да я пойду сейчас дым смотреть идет дым или нет пошел дым или нет что-то не видно дыма ты чё куда дым маленько что-то там идет но что-то слабо ну почти не видно все сейчас будем кушать готовить все покажем все будет дальше кристина варим грибы картошку порезал лук дали нам с морковкой по восходе с морковкой с помидорками еще пирог трухлявый вот открыл я тушенку тушенка будет с картошкой еще в общем кристина готовит готовка идет так у нас утро следующего дня папа готовит беляши получается почти готова уже тесто завел все картошку вчерашнюю подогрели кофе пьем сидим на улице принципе тепло покажу сейчас сколько сколько времени 638 минус такая погода в принципе тепло не минус по крайней мере еще вот так что сейчас будем есть и поедем на данилово смотрите что там как творится в прошлый раз ездили нас это выгоняли оттуда территории посмотрим как в этот раз будет все завели машина вот такой вот у нас у . все замерзшие по сути где-то наверное плюс 5 наверное плюс 7 и так было на улице машина вся в инии не в инии а в россии правильно сказать вот так прохладно на улице конечно в шапке прям самое то вот такая у нас тут деревня это принципе мимо проезжаем ее в любом случае в сторону данилова сейчас и все сейчас покажем что да как там как дорога на данилово вот такая дорога на данилово грязь вначале был песочек засыпали перед мостом тут маленькая грязюка и подъемчик где-то тут должны сидеть глухари глухарей пока не видно грязь какая озеро данилова база отдыха тихий берег а из тихий берег да и шумный какой там это туда нам тихий берег надо ездить ехать тут прямая была да только эта дорога но глухарей пока не видно уж рано еще хотя петухи то проснулись орали а вот здесь может петухов нет все нормальные может может одни к паухе там обрыв с той стороны по какой-то вершине едем вообще нету смотри то и они может уже кто-то проскочил что льно 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 завод льно завод может быть на соколе кто проехал поднял как обычно это бывает или на коем-нибудь l200 вот такая тут дорожка все приехали на озеро Данилово в принципе тоже без изменений мы как-то вот этой беседки сидели ели но потом приехали нас отсюда выгнали нас не сезон вообще вот такая тут плейбольная площадка что там как пляж рыба плечется тут же все в песке мне кажется было или так и было в траве да вот такое вот озеро прозрачное голубое ух ты ем и там плечется рыба или что это такое там здесь воды много много воды тут еще рыба вот там вот а вода то прозрачная видно рыбу плавает капков не видно вот 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 а вот смотри сколько веркоплавка что ли ну или сколько ее там аж бурлить там все вот рыба много думаешь сразу угнать машину туда ну да оттуда придем да ну да что уж тут не стояло ой что она в щечке сшит полностью вот так вот а что так ее много то ты видела крестин а это видимо это жрет щука или оконей и вес их столько вон полностью не может она тоже помнишь к нам подплывали да нет что-то их много вообще тут раз столько не было прям бурлит вода смотри тут их ест но наверно пенни спасательный жилет вон такая тут зона отдыха кристину куда-то убежала туда кристин поехали или ты пешком пойдешь ну туда там что машина какая-то стоит вообще жрет видимо эту рыбу просто бурлит вон там нам нужно и вон там не то не то не будет собирать Ладно, сейчас переедем, уедем в сторону, как раньше стояли, потому что мы в прошлый раз машину оставили, нас заставили ее отсюда убрать, почему-то, хотя никого нету, почему бы тут машину не поставить, тем не менее, говорили, чтобы убрали отсюда, за территорию выехали. Все, приехали на место, вот так вот это выглядит, такой морозяка, холодно, в шапке, но при этом приходится полностью до трусов раздеваться, вот так вот смачивать костюм, пенистой водой, специальным средством, и вот так вот, и вот так вот одевать. Че, холодные? Холодные. Вообще, ледяные, наверное. Жестко. Ну, взлетают, хорошо? Угу. Я мыло хорошо туда нафигачил. Угу. Я сейчас тоже буду. Уже штаны снял? Ну, костюм надевать. О, бьё. Пошёл. Ааа. Лев, тоже будешь надевать? Я не знаю, как чуть-чуть. Нет, наверное, так. Просто кофту оденешь. О, бьё. Это не страшно. Жёстко. Ну, и мураши какие-то, мёртвые. Да, да. Это адреналин просто херачит. Какие тут трусов точно вещи? Сейчас буду одевать сейчас. Пистину вон одетую, я у тебя в шапке, в шоу дуще одел. Ботинки у него большие. Всё, ладно, буду надеваться. Ну, всё, как-то так. Ради заряжены. Полностью экипированные. Пойдём копать сейчас. Там по факту уже, как накопаемся, там, может, к обеду ближе. В общем, возможно, кто-то приедет, а может, и нет. Вот, поэтому посмотрим. Может, никого не будет. Мы на это надеемся, чтобы никто не помешал нам покопать нормально. Это разные есть люди. Вот. Поэтому сейчас идём копаем. Там, может, включимся чуть позже. Ладно, пойдём. Ладно, пойдём. Ладно, пойдём. Ладно. У меня уже кончик с хлеб. Нормально взяла. Возьмите. 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 Я буду их пугать. Возьмите. Все, вышли из воды. В общем-то, вот такой вот результат. У нас столько мы мусора туда вытащили. Пробок очень много советских. Монет нашли. 50, там рубль. Конечно, как на Линева не были эти иностранных монет других. Такая штука какая-то. Вообще, мусора много. Единственное, что нормальное нашли, это вот такой вот крестик. Крестик серебряный. А было же кольцо еще нет? А кольцо, да, бежутерное. Вот еще точно. Такое еще кольцо бежутерное нашли. Ну и монеты. Монеты, монеты. Рубли-то. Все такое. Самая интересная находка тут. Серебряный крестик. Очень жарко. Сейчас будем переодеваться. Поедем обратно туда, где мы, в принципе, ночевали. поедим и поедем уже домой. Ну там, покажем вам, чего это дальше творится. По дороге немного, может, еще покажем. Ну а так, основное вот съездили на Данилова, на Линева. Но, в принципе, основное это было, когда мы хотели съездить. Особо в этом году не копали. Остановились. Ольга Ржи. Рожь. Она, да? Пшеница. Пшеница. Ну какое поле. На подделочке. Такое вот продают, кстати, на Волбересе, на Озоне, да? Фикс прайс. Фикс прайс. Фикс прайс продают. Сколько такое стоит букетик? Штучек 100 рублей что? 5 штучек. 5 штучек где-то 100 рублей стоит. Поэтому вот выходите в поле. Бизнес идея. Собирайте и продавайте. Вот такой тут стали остановились. Едем уже домой. Не знаю, может поедем не через паром, как мы и сюда ехали. Потому что время уже мало остается. Скорее всего не успеем на паром. А паром только в следующих 6 часов будет. Пусть что? Поэтому скорее всего поедем через Сидельниково. Заодно посмотрим какая там дорога и скажем вам, как лучше ездить на Данилово, на Ленево. Где дорога получше? Ну, пока я думаю лучше через паром все-таки. Может я сейчас свое мнение поменяю, конечно, когда мы проедем. Ну, а так пока что лучше через паром. Вот такая вот гравийка в сторону Сидельниково. Практически всегда. Ну, пока что вот едем. Выехали с поворота на Мурвенцево, который. Вот маленький асфальт и потом вот такая вот. Мелкая щебенка, наверное, да? Это щебень. Да себе. Кажется, как-то так. Ну, проехали сколько-то километров. До сих пор идет такая дорога. Там местами опять же асфальт. Плохой причем. А местами вот так. Точнее не местами, а почти все время вот такая дорога. Разница, разница в общем хорошая. Ну, вот сейчас, так понимаю, маленькая асфальта нового начнется. Поэтому я и включился. Вот это асфальт. Можно ехать быстренько. Пакет там? Пакет, да. Вот асфальт. Более-менее. Вот подъезжаем в Сидельниково. В принципе, дорога нормальная. Вначале была щебенка, как показывала. Потом хорошая дорога. Потом опять щебенка. И, в принципе, вот такой вот старый асфальт. Сидельниково вот. Приехали прямо. Сидельниково. Ура. Пока. Продолжение следует...